Всем привет, с вами Аурум и как видите на момент записи видео один час остался до начала самого, не побоюсь этого слова, самого грандиозного испытания за последнее время и в этом видео я покажу вам 5 колод, которые специально для вас предоставил Джаспер Фокс. Это те колоды, которыми он будет катать это испытание. Вы сами можете выбрать, какая колода вам по душе. Я буду держать руку на пульсе, как только кто-то пройдет 20 испытаний, я покажу как он играл, что он играл и так далее. Ну а давайте вкратце обсудим, что же это за испытание. Напомню, что в испытании, чтобы пройти его полностью, чтобы получить главный приз в размере 200 тысяч золота, чтобы попасть в список так называемых про-игроков. Ну я сейчас вот так двумя пальцами указательным и средним сделал, потому что ну ладно. В общем, чтобы пройти это испытание, нужно не кисло так попотеть и получить целых 20 побед. Ребят, пройти это испытание будет невероятно сложно. Мы уже имели опыт с таким испытанием и это реально даже не каждый бустер сможет его пройти. Поэтому ничего постыдного и зазорного нет, если вы пройти не можете, но все-таки хотите получить 200 тысяч голды, хотите получить все эти бонусы и хотите иметь у себя в профиле пройденных 20 побед. Поэтому можете спокойно обращаться в сервис Boost Royale, ссылка в описании. Конечно же цена, я даже не знаю какая сейчас там цена, но цена будет кусаться по любасу, потому что испытание сложно. Но если у вас есть непреодолимое желание все-таки иметь в пройденных это испытание, поставить такую жирную галочку, то обращайтесь туда, там вам по-любому его пройдут. Опять же, я очень сильно на это надеюсь, потому что оно невероятно потное. Ну окей, давайте посмотрим на те деки, которые предоставил нам Джаспер. Итак, первая колода это три мушкетера плюс мухи плюс темный принц. Сыграть этой колодой смогут те люди, которые вообще умеют владеть тремя мушкетерами. Основной смысл по возможности ставить сборщики на протяжении всего поединка, байтить яд или фаербол, байтить для тех, кто не понимает, это выманивать. То есть это обман как бы, да, типа мы выманиваем постоянно фаербол или яд с помощью сборщика и потом выбрасываем трех мушкетеров. То же самое и мухи тоже байтят, в общем-то, яд. Опять же, хотелось сразу пояснить, это, этот конкретный реплей не полностью отображает весь смысл колоды, но какой уже же есть. Такой предоставил Джаспер, поэтому я вам показываю. Опять же, стараюсь записать это видео максимально быстро, чтобы вы еще не успели проиграть в этом испытании. И, ну, какой-то неправильной колоды. Вообще, колод прям невероятное большое количество, но вот теми, которыми будет играть Джаспер Фокс, вы сейчас, в общем-то, увидите. Если вы хотите увидеть колоды других топов, обязательно ставьте лайк под этим видео, пишите об этом. И я думаю, на протяжении этого испытания, испытание будет идти довольно большой промежуток времени. Поэтому мы сможем еще много чего интересного увидеть и как этим играть. Опять же, то, что Джаспер будет тащить этими пятью колодами, никаким образом не гарантирует, что кто-то другой тоже будет тащить этими колодами. Как вы видите, он перешел в контратаку. В общем-то, пропустил соперник спам по левой вышке. Именно из-за этого потерял как саму вышку, так и, в общем-то, тысячу восемь хп осталось на башне короля. Пытается он каким-то образом отыграться, это практически невозможно. Потому что, ну, например, выбросил соперник Гончу, Джаспер сразу выбрасывает Темного Принца, 596 хп, 334, 235. Осталось задефаться от Гончи, хотя даже сильно напрягаться здесь не надо. Есть вот мухи, причем соперник фаербол тратить, скорее всего, на мух не будет. В общем, вы понимаете, поединок, в принципе, предрешен. Поэтому юзайте эту деку, еще очень важно здесь по двум лайнам делить свои войска. Бандитка, Таран, Темный Принц и Легендарный Дракон. Уверен, вы знаете эту колоду, особо о ней рассказывать, в общем-то, нечего. Я уже неоднократно показывал на своем канале эту колоду. Есть эта колода из Пека. И, в общем, строим атаку Тараном на контратаках. Вот что написал Джаспер Фокс, это основная тема. Как это у него получается, давайте поглядим. Конечно же, есть множество здесь карт, которые контрят все, что угодно. Колода хорошо расправляется и с воздухом, потому что есть Легендарный Дракон, есть Мухи. Колода хорошо юзабельна против, ну, всевозможных дек, серьезно. То есть, очень-очень даже неплохо зарекомендует себя на этом испытании. Я просто уверен. Плюс, это не единственная колода, насколько я помню, с... Пум-пум-пум-пум, пум-пум. А нет, с Тараном как раз-таки это единственная колода, которую предоставил нам Джаспер. Но, в общем-то, они есть. И вот мы видим проход Тарана левой. Да, есть контакт, Таран прошел, сделал тыку и в то же время нужно теперь хорошенько задефаться. Но, Джаспер Фокс, при том, что пропушил правую башню, он еще и остается в плюсе по эликсиру. Вот что самое интересное. Докидывает бандиточку. Есть бандитка? Нет, не докидывает, готовит яд. Яд, конечно же, на генераторы. И это... это очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Шахтер на левую сторону Джаспера. Там бандитка все это дело контрится. Бандитка на себя принимает удар от гоблинов. Уничтожает гоблинов. И соперник продолжает пытаться спамить по левой стороне. То есть, опять он ставит хижину гоблинов. Таран вместе с Айс Големой по правой стороне. Там вот готовится зап либо мухи. Зап. И вот она, пека соперника. Пека бьет. Как офигенно только что было. По Айс Голему пека бьет. Вот и именно поэтому проходит таран. 1105 хп остается. В дефе готовится быть. Джаспер Фокс соперник докинет сейчас генераторов. Но докидывает их почему-то охренеть как далеко. И тем самым пека... ГГшечка. ГГшечка у пеки. Там бандитка, мухи. Огромное количество войск концентрирует. По правой стороне Джаспер. Вот опять заход Айс Голема вместе с тараном. Там темный принц. Мне кажется, это все. Нет, там еще генераторы. Это еще не все, ребят. 485 хп. Бросает яд. Ну, в принципе, здесь уже... Да, это хорошая игра. Это хорошая игра Джаспер Фокса. Нравится такая колода. Юзайте. Хог плюс бочка с гоблинами. Ну, небольшой комментарий от Джаспер Фокса. Цитирую. Контур пуш хогом. Спам юниты. Арда хорошо зайдет в испытании. В общем-то, все, что нужно об этом знать. Мне и добавить, по сути, нечего. Но давайте расшифруем, что же это значит более подробно. Контур пуш хогом. Ну, очевидно, что мы должны задефаться от соперника. И, в общем-то, теми войсками, которыми дефались, мы должны идти в контратаку. Докинув вот хога. Вот прям как сейчас это, в общем-то, происходит. Это называется контрпуш. Спам юниты, это, в принципе, понятно. Это бочка с гоблинами. Это гоблины. Это, ну, по сути, те же мухи. Хотя они довольно дорогие для спама. Больше подойдут в дефе. И, как видим, 227 хп остается. Плюс орда. Мух, как написал Джаспер, хорошо зайдет в текущем испытании. Потому что, ну, у нас по-прежнему остается бейт на различные спеллы. Но и контрить кучу юнитов с помощью орды мух просто без проблем можно. Мы задефались. Довольно маленькое количество эликсира. Поэтому сейчас готовится бочка. Вот готовит Джаспер Фокс бочку. Пять эликсира ждет. Он выжидает. Вот, кстати, еще очень крутая тема. Соперник выбирал между сборщиком и шахтером. Выбрал все-таки шахтера. И бочка с гоблинами нанесла колоссальный просто урон. Очень много урона. Ставит сборщик соперник. Ну, Джаспер понимает, что правую башню уже забрал. Поэтому выходит по левой башне с ядом. Это было как-то слишком идеально. Что за дерьмо вообще? То есть он бросил яд, и там сразу же появились мухи. Джаспер Фокс явно читер. Я прям заявляю официально. Но это не точно. Бочкой забирает башенку. Еще раз хочу подчеркнуть, что эти реплеи сделаны тупо, знаете. Одна колода, один реплей. То есть мы, ну, как бы Джаспер не подбирал супер-мега катки против потных типов. Мы видим, да, эти изи катки только потому, что я хотел показать, моя основная задача показать вам деки. Ну, и хотя бы хоть на каких-то примерах показать, как ими играют. Поэтому деки, ну, знаете, не то, что деки, а катки слишком изи. Даже мне прям удивительно, почему они настолько легкие. Соперники прям, ну, такой. И везет Джасперу невероятно сильно. В общем-то, ну, эту деку вы видели. Я думаю, вы с ней справитесь. Блин, еще и три короны. Что за дичь вообще? Колода с шахтером и ядом. Называется она Майнер Пойзон. Ну, в принципе, практически дословно. Нет, точнее, вообще дословно. Федя пишет. Это летучка или запи или хижина. Это байт на яд или фаер. Пека на деф и контратаку. Вуаля, это все, что вам нужно знать. Теперь давайте расшифровывать. Ну, собственно, байтим на яд и фаер. И постоянно дефаемся с помощью хога. Ну, и в основном, конечно же, действуем по обстоятельству. На данный момент мы видим, что соперник играет и хижина, и варвара. Вот тоже у него есть... Ой, хижина и гоблина, простите. Тоже у него есть летучечка. И своей летучкой мы даже делаем, наносим определенный урон. Колоды... А, фак, лол, это одинаковые колоды. Они вообще идентичные. Ну, тем интереснее смотреть, тем полезнее нам знать, как же играть этими колодами. Собственно, вот он, шахтер от соперника. Тоже бросается яд. Соперник... Точнее, Джаспер дефается с помощью трансформаторов и переходит в контратаку. Вот он, шахта. Шахта сейчас нанесет свой некислый урон. Соперник на мизере. Лол, посмотрите. У него просто тупо нет эликсира. То есть он выбросил абсолютно все войска. Вот, знаете, это тот самый случай, когда ты берешь вроде топовую колоду, но ей играть не умеешь. Шахтер снес только вообще, блин, такое количество урона нанес, что просто жесть. 918 хп он тогда оставил. Плюс еще сейчас добрасывает яд, конечно же, Джаспер Фокс. И соперник какого-то хрена ставит хижину. Ладно, давайте не будем комментировать, как играет соперник. Это абсолютный дебилизм ставить хижину. Гоблинов за этой башней, когда соперник знает, что у Джаспера есть яд. Потому что, ну, это изи нанесение урона уже пострадавшей башне. И плюс еще забор хижины гоблинов. Поэтому, ну, такое. В то же время Джаспер Фокс сейчас отбивает атаку. Как бы там ни было, соперник нанес хорошенький такой урон. И в то же время вот он опять, шахтер, не ловит. Шахтер, нет, ловит, да. Поймал шахтера, буквально случайно поймал шахтера. Но шахтер делает тыку. Плюс там яд, 500 хп на правой башне. Шахтер, шахтер херячится тоже на правую башню. У Джаспер Фокса не словил Джаспер Фокс шахтера. Эх, текс, 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 текс. И чем же закончится? Ну, закончится, конечно же, всегда одним и тем же. Запом уничтожает летучку. Ну, довольно сложно играть Джасперу здесь не потому, что соперник тяжелый, а потому, что, в общем-то, такая же идентичная колода. Поэтому это всегда, ну, типа, знаете, немножко такая запарка. Не очень любят игроки играть против таких же, как они. Это не очень классно. И вот он шахтер опять и не словил, конечно же. И, в принципе, хорошая игра. Быстрый Хог. Эта колода идеально подойдет любителям Хогов, потому что, ну, все, есть для комфортной игры. А, быстрый Хог почему? Потому что мы максимально быстро должны крутить цикл. В этом и вся тема. Колода довольно дешевая. Ее точная стоимость 2,9 эликсира. Это значит, что есть и более дешевые карты, такие как Ice Spirit, Ice Golem. Крутить их одно удовольствие, очень быстро. Поэтому, по большому счету, колодой текущей можно играть абсолютно против любых дек. То есть, она контрит все, что угодно. И вот сейчас мы видим кондор-атаку от Джаспер Фокса по левой стороне Торнадо. Блин, гребаная Торнадо. Единственное, очень сильно боится эта колода Торнадо. Но это фиаско, братан. Это просто фиаско, братан. Забирает Джаспер Фокс башню или не забирает? Нет, 295 хп оставил по блату сопернику. Но, в общем-то, это более чем достаточно для того, чтобы затащить эту партию. Игра этой декой не подразумевает какие-то сверх большие пуши. Да, хотя пушить против того же Торнадо здесь очень нужно. Ибо без пуша мы просто не пройдем, если соперник умный. Но, в то же время, не нужно ждать двойного эликсира. То есть, постоянно мы пытаемся сделать тыку Хогом. Да что я вам рассказываю, вы сами знаете, как играть Хогом. Кстати, то, что пишет Джаспер Фокс об этой колоде. Летучка на деф вместе с мухой байт на фаер с помощью томбы. Ну, томба это домик скелетиков, я его так называю. В общем-то, в принципе, этого по большому счету прям достаточно. Переключился Джаспер Фокс на правую вышку. Левая его уже, по сути, вообще никак не интересует. И, ну, в принципе, в принципе, в принципе, в принципе, в принципе. В принципе, я думаю, это вообще все. Не пропустит Джаспер Фокс по правой вышке больше никого. А там слева, да, вот бревнишечка, фаерболушка и, в общем-то, ГГ. Хотя нет, фаербола недостаточно еще. Но я не думаю, что будут какие-то проблемы. Ребят, и на этой прекрасной ноте, наверное, будем заканчивать текущий видос. Просто хотел вам дать как минимум 5 дек от топ игрока, чтобы, ну, хотя бы как-то упростить вам жизнь. Опять же, повторюсь, если вы не можете пройти это испытание, можете всегда заказать буст-сервисы Boost Royale. Старайтесь играть в первый день, в первые дни в этом испытании. И шансы немножечко больше, чем в последние дни хотят. Другие люди говорят обратное. Все говорят, что топы пытаются максимально быстро пройти это испытание. И в последний день топа уже не будет. Так ли это? Не знаю. Давайте проверим. Я буду собирать какую-то информацию. Вот здесь хп не хватило. И скажу вам уже в последний день испытания, так ли это. Напишите в комментариях, какие видосы по текущему испытанию хотели бы вы видеть у меня на канале. На сегодня у меня все. Точнее, нет. Сегодня еще будут по-любому видосы. Но с этим видео мы заканчиваем. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем удачи, ребят.